Привет, друзья! Сегодня буду готовить рулет из говядины. Рулет у меня будет очень вкусный и полезный начинкой. Говядину я уже заранее отбыла чуть-чуть, чтобы она стала еще мягче. Здесь у меня мясо чуть больше килограмма. Нам нужно варенье яйца для начинки, шпинат. Шпинат у меня замороженный. Я разморозила чуть-чуть. Не знаю почему, как они не целые. Как-то такой как пюре. Шпинатный пюре здесь у меня. Масло кусочек для жарки. Нам нужно еще разных сухих трав, пряностей. Кто что любит. Здесь у меня несколько итальянских, базилик, черный перец, красный. Я все вместе перемешала уже заранее. Соль по вкусу и соевый соус. Сначала будем работать с мясом. Мясо я сейчас буду быстренько мариновать чуть-чуть. Она будет стоять 2-3 минуты, пока я буду делать начинки. Поэтому начинаем сначала с мясом. Возьмем досочку. Сюда наливаем чуть-чуть. Где-то 2 ложки нам хватит. Соевый соус. Пока хватит. Будем смазать каждый кусочек. Будем мариновать. Вот так. Возьмем кисточки. Его смазываем чуть-чуть. И в другой сторону чуть-чуть. И каждый кусочек будем приправить. И чуть-чуть посолить. Все. Вот в таком порядке будем мариновать все наши кусочки. Я один кусочек показала. Я сейчас быстренько делаю. А потом будем продолжать вместе с вами. Все, друзья. Мясо у меня уже готово. Все куски я смазала. Сейчас мясо уже будет в сторону. Пускай маринуется чуть-чуть. Я буду быстренько делать начинку. Начинаем уже готовить начинку. Нам надо яйца нарезать кубиками. Мелкими кубиками. Теперь к яйцам добавляем уже шпинят. И будем перемешивать. Здесь шпинят у меня 200 граммов. И чуть-чуть будем посолить. Соль по вашему вкусу. Все, друзья. Наш вкусный и полезный начинка уже готова. С этим начинкой рулетики получаются очень вкусные и сочные. Можно фаршировать с чем угодно. Но я больше всего люблю именно яйцо и шпинат. Вместе очень вкусно получается. Фарш в сторону. Теперь будем заворачивать наши рулетики. Друзья, рецепт всегда найдете у меня под видео. Под видео там у меня очень разных вкусных рецептов. И будем добавлять уже начинка внутри. Вот так щедро. И будем заворачивать. Мясо уже у меня мариновалось хорошо. Очень вкусно пахнет. Все приправы уже пропитались. Вот такой рулетики будем заворачивать все мясо. А потом вот сюда будем укреплять зубочисткой. Вот в середине. Чтобы она не открывалась. Вот так сейчас будем быстренько заворачивать остальные рулетики. Друзья, я уже заворачивала мясо. У меня получилось вот такие 7 рулетики. А когда будет готово, будем убирать зубочистки. Ну так удобно. Видите, как хорошо держит все это. У меня еще осталось чуть-чуть. Даже можно фаршировать еще один рулетик. Идем теперь возле плиты. Там будем продолжать. Друзья, у меня сковородка уже разогрета. Сюда будем добавлять 20-30 грамм сливочное масло. Будем обжаривать на сливочном масле. Масло уже растаяло. Теперь сюда выкладываем наши рулетики. Будем обжаривать с двух сторон. Каждой стороной где-то 5 минут. Друзья, вот посмотрите. Пока она горячая. Я обжарила с двух сторон. Теперь будем дальше продолжать. Будем уже мясо продолжать готовить в рукаве. В рукаве всегда мясо получается очень сочно и очень вкусно. Такой нежней она становится. Поэтому продолжаем в рукаве готовить. А потом отправим в духовку. Все, друзья. Вот посмотрите. Я уже завязывала с двух сторон. Наши рулетики уже готовы. Сейчас будем отправлять в духовку. Духовка должна быть разогрета 200 градусов. Где-то 45 минут полностью будет готова. Друзья, вот посмотрите, как выглядят мои рулетики в готовом виде. Я нарезала уже кусочек. Сейчас еще раз нарежу и покажу. Получилось очень сочно. Поэтому рекомендую всегда готовьте мясо в рукаве. Это очень удобно. Вот посмотрите, друзья. Внутри начинка. Как хорошо. Много. И очень вкусно. Ну что, настало время пробовать, Синь? Да, давай попробуем. Держи. Ты это попробуй, а я для себя кусочек опять нарежу. Очень нежное. Вот посмотрите, это вкусно. Обалдеть. Это так вкусно, мама. Сейчас попробуем. Это просто шедевр. Безумно вкусно, друзья. Такой нежный и приятный вкус. Именно шпинат внутри. То, что нужно к этому рулету. Обязательно готовьте и попробуйте этот рецепт. Очень вкусно. Необыкновенно вкусно. А как пахнет, бездон взял этот запах. Скажи, Синь. Очень вкусно, друзья. Попробуйте. А потом и мне пишите комментарии. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Спасибо, что вы были со мной. Оставайтесь со мной. Со мной всегда будет вкусно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока. До новых вкусных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok